Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию Коринфянам первоверховного апостола Павла. Сегодня мы будем читать шестую главу этого послания и попытаемся с помощью святоотеческой традиции рассмотреть смысл этого наставления. Тема, которую мы объявляем по поводу этой главы – царство или священство. Первое. Если говорить о содержании этой главы, то содержание следующее. Первое. В этой главе апостол укоряет коринфян за то, что они судятся друг с другом, да притом перед мирскими языческими судьями. Второе. Использует этот случай как повод для предостережения их против многих грубых грехов, каковым они предавались в своей прежней жизни. Первая тема – это с первого по восьмой стих, вторая тема – это с девятого по одиннадцатый. И третье. Предупреждает их против злоупотребления своей свободы во Христе и горячо убеждает избегать блуда, приводя при этом ряд аргументов. Это с двенадцатого по двадцатый стих. И мы читаем с первого стиха по восьмой начало этого послания. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, с другим – это означает с таким же верующим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судитесь и при том перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Здесь возникает такая очень сложная дилемма между царством и священством. В свое время даже сам апостол Павел потребовал суда Кесаря, то есть Цезаря. Но там был не внутренний конфликт. Там был конфликт христианина Павла с аудеями, которые хотели его убить. Здесь апостол Павел решительно выступает против такой ситуации, когда конфликт между христианами, между внутренними, а судиться идут христиане к внешним, то есть к язычникам. По библейской аналогии, где язычники называются безбожниками, это можно сравнить с такой ситуацией, когда два верующих православных христианина оказались в конфликте, и они обращаются к неверующим судям. Царство и священство. И у того, и у другого существуют некие крайности. Есть такое понятие, как папизм, и есть такое понятие, как цезарепапизм. Причем русская православная философия очень часто высказывается, что цезарепапизм бывает намного опаснее и хуже, чем папизм. Если под папизмом мы понимаем злоупотребление церковной властью, то цезарепапизм – это когда власть, имеющая отношение к церкви, она диктует свои порядки для народа Божия. Некогда сами святые апостолы были поставлены перед этой дилеммой, когда им запретили проповедовать об имени Иисуса Христа, на что они сказали, «Мужи, братья, рассудите, кого нам лучше слушаться, вас или Бога?» Сейчас многие россияне испытывают некие грезы, а что, если у нас опять будет царство? И в понимании многих царь – это тот, который наведет порядок не только в российской экономике, но и в российской церкви. В советское время делались попытки через уполномоченных по делам религий не только наводить порядки в церкви, но и командовать церкви, а решать кадровые вопросы. И с невероятным трудом церковь обрела искомую свободу. Но свобода требует особого отношения. Свобода может служить как тому, чтобы наши личные амбиции, стремления к гедонизму – все это реализовывалось так, как мы понимаем. Но это не свобода, это рабство греху. Суицидальное рабство греху. Свобода в евангельском измерении – это свобода от дьявола, от власти греха и от страха смерти. Это мы обретаем во Христе. Другой вопрос, который часто ставится перед современными верующими, его чаще ставят перед ними неоязычники, когда они говорят «Вы рабы Божие, а мы язычники свободные». Вот так и говорят. На самом деле в Библии сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Если человек побежден грехом, он раб дьявола. Но рабство Богу, то есть праведность, делает нас свободными от рабства дьявола, от рабства греха и от рабства страха смерти. В книге «Притч», 8 глава, 15-16 стих, сказано, Бог говорит, «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». О чем это? Эти слова из Ветхого Завета перекликаются с тем, что в послании к римлянам пишет и говорит апостол Павел «всякая власть от Бога». В каком смысле? Принцип власти, он проистекает от Бога, который является абсолютным властителем по праву Творца и абсолютным собственником во Вселенной по праву Творца. «Поэтому и сказано, «Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду, мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». Блажен Августин, комментируя слова «всякая власть от Бога», подчеркивает «власть, а не произвол». Ибо там, где произвол и грубое насилие, тирания, нету места власти. И мы читаем первую книгу царств, восьмая глава, с четвертого по восьмой стих. Здесь рассказывается о том, как евреи захотели, чтобы над ними были цари, наподобие тех царей, которые были над соседними народами, племенами, языками. Как сейчас многие хотят, чтобы Россия была страной, как многие соседние страны, то есть не похожие сама на себя. И мы читаем. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму». Самуил – это Божий пророк и судья. «И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». У нас в свое время, особенно в 90-х, хотели, чтобы все было здесь, как в Соединенных Штатах Америки, как в Евросоюзе и так далее. «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними, как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня, оставляя меня, и служили иным богам, так поступают они с тобой». Итак, евреи захотели, чтобы над ними был царь, как у прочих народов. Но их великим преимуществом до этого момента было то, что Сам Бог был их царем, и через пророков, как через своих наместников, Он управлял ими. Поэтому Господь и говорит Самуилу, пусть они поступают, как хотят, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И сейчас многие забыли то, что Иисус Христос – это царь царей, и Господь господствующий. Если мы откроем православное догматическое богословие Макария, это наиболее точное, современное, близкое к нам изложение веры, то там мы видим, что Христос в своем человечестве, он и Бог, и человек в единой ипостаси, в своем человечестве, он осуществлял служение царя, первосвященника и пророка, будучи Бога-человеком. И когда мы говорим о церкви, что она из тела Христова, мы должны говорить о том, что у нас есть царь, первосвященник и пророк, он же богочеловек, истинный Бог и истинный человек одновременно. Некогда в России произошел конфликт между царем Алексеем Михайловичем Романовым и патриархом Никоном. Это был конфликт, во время которого богословы как с одной стороны конфликта, так и с другой, они пытались выяснить вопрос, что выше священство или царство? Царь или патриарх? Окончательное разрешение конфликта, когда патриарх Андриан умирает в 1700 году, это был последний патриарх в патриарший период, в первый патриарший период, и его полный титул был «Святейший Кир Андриан, архиепископ Московский, все Руси и всех северных стран патриарх». И вот когда он умирает, решение Петра Великого, русского царя Романова, отвергнуть старую модель управления церковными делами, и он берет английскую модель, ту самую модель, которую придумал Генрих VIII, скандально известный Генрих VIII, который не мог разобраться в своих разводах, он там запутался, и он разорвал отношения с римской церковью, которая отказала ему в праве на развод. И тогда Генрих VIII объявил себя главой англиканской церкви. Петр делает то же самое. Он объявляет себя главою российской, греко-российской православной церкви. И до революции, до 1917 года, монарх был главой церкви, греко-российской, православной. И не только греко-российской, он был главой лютеранской церкви. То есть, его указом назначались епископы и наиболее ответственные служители. Или запрещались. Петр Великий имел помощников, среди которых был масон, архиепископ Феофан Прокопович, который пишет так называемый духовный регламент, закон о церкви, новый закон о церкви, по которому отменяется патриаршество и над всеми церковными делами ставится добрый офицер, чтобы он от имени государя и по поручению государя управлял Российской Церковью ко благу Российского государства. Это должность оберпрокурора Священного Синода. Несколько раз эту должность занимали масоны, открытые противники церкви, и они, конечно, пользовались своим положением. Поэтому для нас, русских, вот этот вопрос царства или церковь, он принципиальный вопрос. Опасаясь впадать в крайность папизма, злоупотребления церковной властью, мы в то же время понимаем опасность цезаря папизма. И такие озабоченности высказывали и такие западники, как Владимир Сергеевич Соловьев, известный русский философ, и многие славянофилы, братья Кириевские, Самарин, которые тоже видели в этом проблему. И вот святитель Иоанн Златоуст, который тоже участвовал в конфликте между царской властью и властью патриарха, когда он сам был патриархом, он пишет «Видишь ли душу священника, исполненного великого дерзновения и высоких мыслей, он не посмотрел на величие власти, он готов был лучше положить душу свою внутри святилища, нежели взирать на оскорбление священных законов. Подлинно нет ничего бессильнее преступающего божественные законы, равно как нет ничего сильнее защищающего божественные законы». то есть, когда возникает конфликт между светской и религиозной властью, нет ничего сильнее того, когда представители церковной власти защищают приоритет божьих заповедей. Златоуст продолжает, «Но царь Озия не послушался, а, надмиваясь гордостью, вошел в святилище, открыл святая святых и хотел курить фимиам», то есть, самому совершать рождение. «Что же Бог, когда таким образом священник был презрен, и достоинство священника было попрано, и уже священник не мог сделать ничего, ибо дело священника только обличать и показывать дерзновение, а не употреблять оружие, когда священник обличил, а царь не послушался, но взялся за оружие и воспользовался своей властью, то священник сказал Богу, «Я сделал свое дело, больше ничего сделать не могу, помоги попираемому священству, законы разрушаются, правила не спровергаются, что же человеколюбец?» Что же человеколюбец? То есть, Бог, он наказал дерзкого, то есть, дерзкого царя и тот час проказа взыдя на чело его, Бог как бы начертал одушевляемый закон, который говорил, не делай того, чтобы не потерять того же. Конец цитаты. Когда к императору Валентиниану обратились фракийские и фивинские епископы за дозволением составить собор, вот этот император Валентиниан был разумный человек, он ответил, «Я только мирянин и не могу вмешиваться в дела веры, это вашей власти, собирайтесь где хотите». Валентиниан он презирал епископов, говоривших, что они следовали вере императора. Такие, по его мнению, пренебрегают заповедью, «Воздайте Кесарева к Кесареву, а Божья Богу». Епископ Факунд Гермианский в таких словах изъявил истину. Лучше светской власти держаться внутри своих пределов. Всякое дело имеет свои мастерские и своих мастеров. Не стучат наковальни в Ткацкой и огонь там не трещит в горнах. Если дела дворца не переносятся в церковь, то как можно переносить церковные дела во дворец? Максим Исповедник, великий отец церкви, пишет, «Не дело императора вмешиваться в дела церкви. Отцы ясно высказали, что исследование и определение церковного учения принадлежит священникам. Может быть, ты скажешь, разве каждый христианский император не священник?» Максим пишет, «Я утверждаю, нет, он не стоит у алтаря, он не носит знаков священнического достоинства, амафора и Евангелия, но знаки царя, венец и диодему». Конец цитаты. Папа Григорий Двоеслов писал императору Льву, «Ведаешь, царь, что догматы святой церкви не царю принадлежат, но архиереям, которые безопасно имеют догматствовать, посему архиереям верено церкви, и они не входят в дела правления народного, прими и заметь это». Григорий Двоеслов продолжает, «Должны воздерживаться от народных дел, то есть от дел политических, имеется ввиду представители церкви, а цари подобно не должны входить в дела церковные, но заниматься веренными им, то есть гражданскими делами. Совещание же христолюбивых царей и благочестивых архиереев составляет единую силу, когда дела управляются с миром и любовью, то есть есть согласие, нет согласия, светская власть не должна вмешиваться. великий отец церкви святитель Иоанн Златоуст в своем слове о священстве поясняет сущностную власть, ее сущностное происхождение и ее полное отличие и духовное превосходство над властью светской и над царством, над царской властью. Златоуст пишет, священство настолько превосходит царство, насколько дух превосходит тело. Царь управляет телом, а священник духом, поэтому царь преклоняет главу перед десницей священника, то есть когда царь подходит под благословение, следовательно власть священника выше царской. Конец цитаты. В том же смысле учил и другой отец церкви, святитель Григорий Богослов в своем 17-м слове. Закон Христов подчинил вас, владых земных, то есть царей, нашей власти и нашему суду, ибо и мы также владычествуем, и наша власть даже выше вашей. В самом деле разве Дух должен преклоняться перед материей небесной перед земным? Конец цитаты. А теперь обратим внимание на само Святое Евангелие. Евангелие от Матфея, 22-я глава, 16-го по 21-й стих. И посылают к нему учеников своих сарадианами, говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, и так скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет? Но Иисус, видя лукавство их, сказал». Это был такой вопрос, такой вопрос называется вопрос «Вилка». Если он скажет позволительно давать подать кесарю, то есть цезарю, значит, он коллаборационист и поддерживает римскую оккупацию, и Христа можно будет скомпрометировать в глазах еврейского народа. Если он скажет непозволительно, значит, он бунтарь, зелот, и Христа можно скомпрометировать в глазах римской власти. Такой хитрый вопрос, поэтому и сказано, но Иисус, видя лукавство их, как у змеи раздвоенный язык на конце, так и лукавство, это некая хитрость, сказал «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать, они принесли ему динарий и говорит им, что это изображение и надпись? Говорят ему Кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте Кесарева Кесареву, а Божьей Богу». Это общий принцип, по которому мы платим налоги, выполняем гражданские обязанности, являемся хорошими гражданами своей страны, но только в том случае, если законы общества не расходятся с законами Божьими. Там, где светские законы начинают противоречить законам Божьим, как сообщает социальная концепция Русской Православной Церкви Московского Патриархата, мы оставляем за собой право отдавать предпочтение божественному закону перед светским и пытаться опротестовать светский закон. Владимир Сергеевич Соловьев писал свое время. «Человечество предположило, что раз оно исповедует божество Христа, оно тем самым избавлено от обязанности принимать всерьез его слова. Отдельные евангельские тексты были так обработаны, что из них можно было извлечь все, что угодно. Относительно других текстов, которые не поддавались такой обработке, условлено было хранить молчание. Беспрестанно повторяли заповедь «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божью Богу, чтобы осветить тем порядок вещей, при котором Кесарю отдавалось все, а Богу ничего». Словами «Царство мое не от мира сего, пытались оправдать и поддержать языческий характер нашей общественной политической жизни, словно христианское общество роковым образом должно было входить в состав этого мира, а не царство Христа. Что же касается слов «Да нам не всякая власть на небе и на земле», то их не приводили. Христа принимали как совершителя жертвы и искупительную жертву, но не желали иметь дело с Христом царем. Его царское достоинство было заменено всяческими языческими тираниями, и христианские народы повторили крик еврейской черни «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Так история увидела и мы сами видим еще и теперь странное явление общества, исповедующего христианство как свою религию и остающегося языческим не только по жизни своей, но и по закону своей жизни. Этот дуализм есть моральное крушение, а не логическая непоследовательность. Конец цитаты. Соловьев, кстати, совершенно прав, потому что он знал основные законы Российской империи, и он знал, что в их основе находится римское языческое право, а не евангельский закон, закон любви. И даже законы Османской империи основывались не на шариате, на том же римском языческом праве, и это, конечно, странная дилемма. Все-таки власть церкви, вот это надо понять, это особая власть. Блаженный Иероним Стридонский, это его комментарий на Евангелие от Матфея пишет, «И и приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». И Иероним пишет, «Эта власть дана была тому, кто только что был распят, погребен во гробе, был мертв и после воскрес. Власть дана была ему и на небе, и на земле, так, чтобы тот, кто некогда царствовал на небе, мог царствовать и на земле через веру верующих в него». То есть те, которые верят во Христа, через эту веру они осуществляют это царство, потому что признают это правление. На самом деле каждый христианин, когда он читает молитву «Отче наш, да придет царствие Твое, да будет воля твоя». Осознает он это или нет, он просит, чтобы все формы человеческого правления рано или поздно прекратились. И абсолютный теократический порядок воцарился бы, як он на небеси и на земле. И власть церкви, она от земли до неба, ибо получена с небес. Смотрите, Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И в книге «Деяний», 5 глава, 29 стих, это тот текст, на который я уже ссылался, когда Петра поставили перед дилеммой, власть запретила ему проповедовать о Христе, мы читаем, «Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». И социальная концепция Русской Православной Церкви Московского Патриархата, учрежденная на юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году. Кстати, социальная концепция Русской Православной Церкви Московского Патриархата наряду со многими церковными документами наиболее библейский, святоотеческий вменяемый свод знаний. Этот текст заслуживает особого доверия и внимания. В частности, Церковь уточняет, Церковь есть богочеловеческий организм. Будучи телом Христовым, она соединяет в себе два естества, божеское и человеческое, с присущими им делениями и волениями. Воление – это воля и земление, есть духовное, есть плотское. Церковь связана с миром по своей человеческой, тварной природе. Однако она взаимодействует с ним не как сугубо земным организмом, но во всей своей таинственной полноте. именно богочеловеческая природа Церкви делает возможным благодатное преображение и очищение мира, совершающиеся в истории, в творческом соработничестве с энергии членов и главы церковного тела. И ниже. Таким образом, возникновение земного государства должно быть понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроять свою общественную жизнь, исходя из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха через противодействие ему средствами мирской власти. Далее. Во взаимоотношениях между церковью и государством должно учитываться различие их природ. Церковь основана непосредственно самим Богом, Господом нашим, Иисусом Христом, Богу установленной же государственной власти, являет себя в историческом процессе опосредованно. Целью церкви является вечное спасение людей. Цель государства заключается в их земном благополучии. Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие государству, противостояние греху путем насилия, использование мирских властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, предполагающих принуждения или ограничения. Итак, мы рассмотрели этот вопрос, и мы возвращаемся к словам апостола Павла и читаем с 9 по 11 стих. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакие, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследует». В этом отрывке из 6 главы 1 послания Коринфянам перечисляются наиболее распространенные грехи блуд идолослужения, лихаимство, воровство, злоречие и крайние формы извращения. Малакия – это пассивный гомосексуализм и мужеложники – активный гомосексуализм. И, казалось бы, это окончательный приговор, Царство Божие не наследует. Но это приговор с точки зрения закона, но не с точки зрения благодати. Поэтому далее апостол Павел пишет, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Блаженный Августин пишет, Павел говорит, что они изменились к лучшему, не то, чтобы вообще избавились от греха, что в этой жизни невозможно, но перестали подчиняться желанию греха, что в добропорядочной жизни возможно. Это трактат Августина против Юлиана. Таким образом, Августин решает вопрос о том, что же делать человек, если он грешник, избавляться от самих этих греховных прелогов, желаний, которые подталкивают к нарушению заповеди Божьей. Профессор Десницкий обращает внимание на то, что вот слово «омылись», он пишет, «речь, скорее всего, идет о крещении», хотя Павел использует здесь необычное для этого обряда греческое слово, которое буквально означает «мыть», «омывать», что переносит акцент самого обряда на его смысл. Бог очищает былых грешников и вводит их в свое царствие. То есть буквально церковь отмывает людей, отмывает, как человека могут отмывать какого-нибудь непослушного ребенка, грязнулю, там, мочалкой, там, мылом каким-нибудь серьезным, и действием благодати люди обретают чистоту. Далее апостол Павел пишет «все мне позволительно», в каком смысле, мы живем не под законом, а под благодатью, все мне позволительно, но не все полезно, если нам все позволительно, и мы живем не под законом, а под благодатью, это не значит, что мы должны грешить. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, как грех, как некая страсть начинает обладать человеком, этого не должно быть. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. То есть, да, в этой материальной жизни мы поддерживаем существование тела с помощью материальной пищи. Но это не значит, что так будет всегда. Приведя этот пример, он пишет, тело же не для блуда. Самовозможность совершать блуд, это только в этой земной жизни. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. А что значит тело для Господа? Господь хочет вселиться в наше сердце, Дух Святой входит в наше сердце, Сын и Отец хотят войти в нашу внутреннюю жизнь и обитель сотворить. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею, но воскресшее тело, оно же не будет нуждаться ни в пище, ни в каких там сексуальных позывах, в их исполнении этих позывах. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. что это значит? Тот, кто соединяется с блудницей, он составляет с ней одно тело, но с ней в Саите были многие мужчины, значит, он становится одним телом и с этими мужиками, хотя ничего гомосексуального в себе не обнаружил, потому что совокупляющийся с кем-либо становится в некотором смысле единым. с тем, с кем он совокупился. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Помните на крещении «во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». «Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Вот Иосиф Прекрасный, он никогда не читал Новый Завет, потому что он жил задолго до Нового Завета, но он бегал блуда. В отличие от современной молодежи, он бегал не за блудом, Иосиф Прекрасный, он бегал от блуда. И когда жена Патифара схватила его за одежду, он голый, но убежал от нее. Почему блуд это грех против собственного тела? Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела, потому что это осквернение тела, и возникают серьезные болезни. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога», то есть от Бога Отца, от Которого исходит Дух, «И вы не свои, ибо вы куплены дорогую ценую, цену крови Иисуса Христа, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Если мы читаем окончание первого послания к фессалоникийцам апостола Павла, там сказано, что ко дню пришествия Господа Иисуса Христа мы должны соблюдать в чистоте и Дух, и душу, и тело. И вот такой цельной целокупности в благодати призывает нас Слово Божие. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами шестую главу первого послания к Коринфянам первоверховного апостола Павла. Здесь были дополнительные интересные темы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя. Продолжение следует...